Каждую неделю откладывал определенную сумму и в какой-то момент времени я мог там купить себе что-то хотел. Копил на мечту, скажем. Ну, ты уже накопил на какую-то мечту? Ну, у меня главная мечта была этой кроссовки. Раньше все деньги, которые давали Денису родителей, тратил быстро и бездумно, а до того, как в 14 начал изучать финансовую грамотность. Правда, специалисты считают, что учить детей правильно распоряжаться деньгами нужно лет с 4 или 5, и делают это лучше в семье, в игровой форме. Игровая форма и общение. Например, можно играть в магазин. Или вот тебе условно 5 монет, давай подумаем, как сделать так, чтобы мы могли за 2 монеты купить вот эту игрушку. То есть это вся игровая форма. Дети очень-очень здорово реагируют, им нравятся такие игры. Но многие родители совсем не считают, что их чадо должно разбираться в финансах. И не дай бог в 14 лет зарабатывать на свои нужды. А это неправильно, уверены эксперты. И прежде всего, говорят они, нужно обучать родителей, тех же будущих мам. Мама встает на учет, и они должны проходить курс. И финансовая грамотность, и как общаться с ребенком, и как его воспитывать, и какие установки ему вкладывать в голову, какие ценности в голову вкладывать правильные. Наш эксперт не против уроков и курсов в школах и детских садах, но считает, что далеко не каждый преподаватель. А таких сейчас готовят, сам хорошо разбирается в финансовой грамотности. Между тем, на уровне государства уверены, уроки в школах, колледжах и вузах необходимы. Алтайский институт развития и образования подготовил около 3000 преподавателей школ, учителей школ, преподавателей вузов, которые, в свою очередь, ведут курс финансовой грамотности в учебных заведениях края. Сегодня этим курсом охвачено 89% школ, 100% колледжей, 100% высших учебных заведений. На днях в Барнауле прошла конференция по финансовой грамотности, где власти, банкиры, представители разных сфер обсуждали, как повысить эту самую грамотность и детей и взрослых, чтобы они не только могли правильно распоряжаться деньгами, но и не велись на уловки мошенников и были, что называется, финансово счастливы. Но пока массово речь идет о введении факультативов. Однако говорить о деньгах нужно не только в школе. Как это в Барнауле уже делают, расскажем подробнее в итоговом выпуске. А пока познакомьтесь с понятием финансовое счастье. Когда вы себя хорошо ощущаете с точки зрения того, что вы можете себе позволить с позиции тех доходов, которые вы получаете.